Меланома. 7 факторов риска. Причины, защита, осмотр, лечение. Смертельна ли она? Есть ли шанс выжить? Если она обнаружена, что делать? Итак, я расскажу сегодня, какие виды меланомы бывают. Метастазирование, когда оно начинается. Что надо знать всем людям о меланоме? Каковы факторы риска, диагностика, как и кем правильно производится осмотр, методики лечения и как уберечься. Вот это касается вообще каждого человека. Но в конце видео я, возможно, расскажу вам о одной женщине, профессоре-онкологе, зав. лаборатории новых препаратов, с кем я общался не по поводу именно меланомы, а по поводу вообще рака, по поводу новых открытий, которые не пускают в свет. И по поводу меланомы она мне очень интересную историю рассказала. Если видео не будет получаться слишком длинным, в конце видео расскажу. Итак, есть несколько видов рака кожи. Базилиома, плоскоклеточный рак и меланома. И сейчас я расскажу вам о самом опасном виде рака кожи, меланоме. Меланома в основном черного цвета, ее основа, по крайней мере, так как меланома растет из пигментных клеток кожи меланоцитов, которые производят черный пигмент меланим. Оттуда и название, и базовый цвет самой меланомы. Или она растет, такой бывает, из слизистых оболочек. Меланома также может возникать и в ложе ногтевых пластинок. Тогда развивается, так называемая, подноктевая меланома. А еще бывает она на радужной оболочке глаза. Мало кто знает, что меланома может развиваться не только из родинок, а может вырасти на здоровых участках кожи. И такое бывает примерно в 20% случаев всех меланом. Метастазируют меланомы через кровь и лимфу. В лимфоузлы и далее. И быстро развивается по всему организму. Часто метастазируют в головной мозг. Если меланома обнаружена на начальной стадии, то шанс вылечить медицинскими мерами очень высок. Но часто меланома возвращается дает рецидивы. Вероятно, потому что причины появления ее не устранены. Как вы думаете, это логично? Ведь у всех болезней есть свои причины, как вы полагаете. А врачи часто говорят о причинах, и тем более первопричинах и их устранении. Но говоря о меланоме, кроме пребывания на солнце, об этом они говорят. И что будет, если не устранить причины болезни? Отнеситесь к этому очень серьезно, ко всему, что я сейчас вам расскажу. Это мой вам совет. Жаль, что многие люди, к сожалению, не ценят то, что я даю шанс понять причины, первопричины большинства болезней через мои лекции, не смотрят их. Ссылку на раздел плейлист по раку, по онкологии, я вам оставлю под этим видео. Потом посмотрите те видео. Это жизненно важно каждому. Идем далее. Меланома очень опасна. Она стоит сейчас на четвертом-пятом месте по количеству из всех видов рака. Смертность от нее высока. Характерно для нее быстрое развитие заболевания. Наличие родинок на теле само по себе риск. Любая родинка может переродиться в меланому, но если их много, риск выше. За последние 40 лет рост заболеваемости меланомы у населения вырос примерно в 15 раз. Примерно 75-80% всех случаев развития меланомы связано с воздействием ультрафиолетового излучения спектра солнца или пользования соляриями. Меланомы бывают поверхностно распространяющиеся. У женщин чаще всего на ногах, у мужчин на груди и спине. Второй вид меланом – узловатая форма. Третий вид – лентигенозная форма, чаще на лице бывает. Эти три разновидности не сильно агрессивные формы. Четвертая и пятая – гораздо более агрессивные. Четвертая – это так называемая акральная форма, развивается на стопах ног и кистях рук. Обязательно надо осматривать эти участки тела. Но самая агрессивная и, главное, трудновыявляемая форма – это так называемая ахроматическая или беспигментная меланома. Да-да, ее-то и коварность в том, что в ней отсутствует пигмент меланин, и ее трудно обнаружить. Она либо розового цвета, ну с разной степенью, так сказать, или светло-коричневого цвета. Вот почему важно знать и факторы риска, и как выявлять, на что надо обращать внимание, об этом я расскажу чуть далее. Теперь семь главных пунктов, что вы должны знать, говоря о факторах риска. Первое – к группе риска относятся люди-блондины со светлой кожей и голубыми глазами. Второе – те люди, у кого много родинок на теле, более 25, а тем более более 50. Третье – те, кто принимают гормональные препараты или, говоря о мужчинах, препараты для потенции. Это фактор риска. Четвертое – те женщины, у кого есть эндометриоз. А если вы блондинка, у вас много родинок на теле, есть эндометриоз, вы в особой группе риска имеете это в виду. Пятое – люди, родственники и родители которых имели меланомы. То есть говорим о условно-наследственном факторе. Шестое – солнце. Главный провокатор – ультрафиолет, 75-80% всех меланом. Помните, никаких загаров, все этой глупости не нужны, никаких, тем более соляриев, быть в жизни разумного человека не должно. Седьмая группа риска – факторы. Такие – повреждения родинок. Или сильные, или систематические. Постоянно трущиеся родинки. Ну и особые участки, например, между пальцев, когда трение происходит. Или воротниковая зона. Но помимо этих семи пунктов есть еще дополнительные или, скажем, усугубляющие факторы. Это снижение активности иммунной системы. Это иммунодефицитные состояния, которые возникают на фоне дефицита питательных веществ. Ну и, конечно, это электромагнитное излучение. Ну и другие факторы. Кстати, посмотрите мое видео «7 причин рака». Еще раз, ссылку на плейлист, на все мои видео о онкологии я оставлю вам под этим видео. Ну а теперь, на что надо обратить внимание. Это, конечно, осмотр, диагностика. Она должна осуществляться и самостоятельно, и родными. Ведь на спине у себя сами вы не посмотрите. И, конечно, осмотр врачом-специалистом лучше всего онкодерматологом. Есть приборы, дерматоскопы. С них и начинается обследование. На что надо обратить внимание? Не увеличиваются ли какие-то родинки, имеющиеся у вас давно? Не меняют ли родинки свою форму? Не расплываются ли ее края? Не становятся ли они неровными? Помните, края родинок должны быть ровные, симметричные. Одного цвета равномерно окрашенные. При перерождении родинки доброкачественной в меланому, цвет в одной и той же родинке становится разным. Края неровные. При меланоме часто появляются уплотнения, утолщения, покраснения отдельных частей родинки, образование узлов на родинке, изъязвление. Осматривать надо не только родинки, но и пигментные пятна. Крупные родинки, более 7-8 мм, обязательно необходимо периодически осматривать у онкодерматолога. Если родинка появилась впервые новая, неврожденная, а недавно выросшая, срочно и потом периодически исследуйте ее у онкодерматолога. Любая ранка на родинке или боль самой родинки, это уже, как правило, третья-четвертая стадия развития меланомы. И, скорее всего, тогда есть метастазы в тканях. Поэтому не запускайте. Уже сегодня начните осмотр самостоятельно и попросите ваших родных. И вот про динамику развития еще раз. Если родинки чешутся, начинают чесаться, кровоточат, не дай бог, появляются трещины, срочно идите к онкодерматологу. Осматривайте в семьях друг друга все тело, даже между пальцами, под ногтевыми пластинами, глаза. Теперь о стадиях. Скажу о главном. Есть нулевая стадия. При ней происходит поражение только эпидермиса. Первая стадия – это прорастание вглубь кожи до 1 мм. Эти стадии на случайном или запланированном осмотре врач-дерматолог увидит. Вы – не факт. Изменений явных внешних нет. Ни трещин, ни узлов, ни прочих неровных кораев и так далее вы пока еще не видите на этих стадиях. Внутри родинки могут быть участки измененные. И это может увидеть только очень внимательный человек или профессионал. Вторая стадия – это 2-4 мм прорастания вглубь ткани. С нее начинаются изменения явные на поверхности кожи. Третья стадия уже метастазируют по лимфе. Дерматонколог подозрительную родинку, по крайней мере нулевой первой стадии, удаляет с запасом здоровых тканей вокруг, чтобы исключить метастазирование. И отправляет потом эту ткань на биопсию. Такие ткани, как правило, не дают метастазирование. И это удаление, сечение в случае обнаружения на биопсии в дальнейшем меланомы уже является методом лечения. Это оправдано и разумно. Правда, стоит обязательно в данных случаях, если есть любое вторжение в какую-либо ткань, тем более с подозрением на раковую, проходить маркерный курс лечения грибными препаратами, защитой, профилактической, по крайней мере, защитой от развития, от возникновения метастазов. Маркерный курс – это основа фунготерапии. То есть науки, которая изучает лечебные свойства высших безидеальных грибов. Ссылку на маркерный курс я оставлю вам под этим видео. Теперь, что важно знать о медицинском лечении меланомы? Раннее выявление – само собой залог успеха. Регулярное обследование – это важно. Лечение – это иссечение, то есть удаление. Кроме того, если стадия, уже начиная со второй, есть глубокое проникновение, то проводят, помимо иссечения, иммунотерапию. Как правило, альфа-интерфероном под кожные уколы год подряд. Плюс применяются другие препараты. И таргетная терапия, которая назначается части пациента, назначает ее онколог, разумеется. Ну и лучевая терапия при опухолях головного мозга. К химиотерапии меланомы нечувствительны, имейте это в виду. Как ищут метастазы меланомы, вы это тоже должны знать. Есть исследование, которое называется позитронно-эмиссионная томография. И обязательное исследование МРТ головного мозга. ПЭТ-КТ не выявит в головном мозге опухоли меланомы. Ну а теперь вообще, как уберечься, что называется, что делать? Ну конечно, надо менять кардинально питание и образ жизни. По поводу ненахождения на солнце, это вы уже знаете прекрасно. Видео мои об онкологии посмотрите непременно, ведь там есть все. Вообще все, что нужно знать. Но кратко так, мясо убирайте из своего рациона питания 100%. Это основа и первопричина развития любой онкологии. Сладкое убирайте из рациона питания, посмотрите мое видео «Сахар и рак». Вы поймете взаимосвязи. Защищайте кожу, это тоже очевидно. Принимайте антиоксиданты, витамин С, витамин Д3, только натуральные, не синтетические, хлорелу, спирулину. Такие антиоксиданты, как дегидрокварцетин, Т8-экстра. Это такие полипринолы, добываемые из пихтовой хвои. Это разные антиоксиданты, но они друг друга дополняют, усиливают. Органовое масло очень полезное. Безусловно, маркерный курс, который как профилактика от онкологии, рекомендуется к прохождению два раза в год. Вот как антипаразитарная программа два раза в год. Это разумно и правильно. Вот после нее, это месяц антипаразитарной программы, и вот после нее стоит проходить трехмесячный маркерный курс. Это и защита от рака, и от воспалений, от доброкачественных опухолей, и от грибков паразитических тоже. Посмотрите мое видео, как в СССР делали настоящие БАДы. Очень рекомендую приобрести мой инфопродукт номер 22. Это компиляция многолетнего труда. Это, по сути, инструкция, как быть здоровым человеком. И это, в первую очередь, необходимо тем людям, у кого есть, не дай бог, онкология, либо есть доброкачественные опухоли, чтобы они не переросли в раковые. Ну и вообще, как я уже сказал, всем людям, кто хочет быть здоровым человеком и здоровым долгие годы. Убирайте из своей жизни химию в быту, еде, да тоже мыло, те же моющие средства. Но вот у нас есть, мы производим долгие годы, натуральное, экологическое, чистое мыло, которое основано только на эфирах и маслах. Не пользуйтесь химической зубной пастой, а только натуральным зубным порошком, либо пастами, не содержащими никакие пабы в своем составе. Ссылку на них я тоже вам оставлю под этим видео. Все остальное вы найдете в моих видео по онкологии. Это я тоже сказал. И приходится повторять по многу раз, потому что люди пишут потом прям как будто я не говорил, серьезно. Поэтому повторяю, ссылку на все мои видео о раке я оставлю вам под этим видео. Ну а теперь давайте кратко расскажу историю про эту женщину. Фамилию называть не буду, она не разрешала мне много лет назад, и сейчас вряд ли что изменилось. Скажу лишь, что это, наверное, самый важный, известный, так скажем, передовой, если можно так сказать, институт по раку в СССР и России теперь. Она является профессором. По этой ее разработке, ну, на момент такой шестилетней, скорее всего, так, семилетней давности, четыре или пять она мне давала эти брошюры, докторских диссертаций защитили ее ученики. А лет 30, наверное, назад она создала препарат, сложный такой препарат, куда входило, наверное, более 60 или 50, я сейчас не помню, там, трав. Вот какую историю она мне рассказала относительно нашей темы. Они сами, врачи, онкологи осматривают друг друга, ну, на предмет меланомы, как раз постоянно это как закон. И вот у одного уже пожилого на тот момент профессора нашли меланому. Но он на себе уже, что называется, крест поставил. Ему было на тот момент лет 70, и она говорит, берите, проходите, пейте этот препарат мой, пейте, помимо вот операции, всего, что надо, пейте. Он говорит, все, это ерунда, я не верю, долго живу на свете и так далее. Ну, в общем, ладно, пить стал. Ну, произошло следующее. Он прожил около 100 лет, то есть еще 30 примерно лет после этого. Умер, по-моему, от инфаркта. Никаких рецидивов не было. Теперь я усугублю тему. Это не касается меланомы, но она говорит, вот, существует в науке, или ВОЗ, по-моему, даже сказал, что если кто-то найдет средство, которое, ну, скажем так, подавит развитие Паркинсона, то есть не будет усугубления проблемы, то есть не будет ухудшения состояния, некая стагнация будет, то это уже Нобелевская премия. Этот препарат, она рассказывала, в 100% случаев лечит Паркинсон. То есть те люди, у кого уже был тремор, который, так сказать, ну, вот, карикатурный, невыносимый, проходил. Это не панацея от всего. Она говорила о двух вот таких крайних, самых сложных, трудных в лечении болезней. Жаль, что она не разрешила делать запись. Она рассказывала, как, ну, уничтожают, скажем так, людей, которые достиг в этих областях каких-то серьезных положительных результатов. Что такое онкомафия, и у нас в стране в том числе, она рассказывала. Как академика, если я сейчас не ошибаюсь, Давыдов, если я не ошибаюсь, по памяти говорю, который был тогда президентом вроде Академии наук, защищал ее, ну, скажем так, не давал съесть. И поэтому она фактически подпольно вела свои исследования. Она боится афишировать все. Даже когда я предлагал, вот, там были проблемы с производством у нее, к моему знакомому перейти на его производство, который в теме и свой человек, что называется, она боялась. Ну, в общем, шифруется по полной. Продавать эти препараты вот так открыто, категорически, она, ну, скажем, не разрешила. Ну, и что называется, в крайних случаях, это индивидуальное могу, конечно, как-то соединить с ней, но не хотелось бы. Давайте так. Есть альтернативные меры метода лечения. Комплексный подход, тот, о котором я сейчас вам сказал, вот, пошаговый, что надо делать, как проверяться и что делать, он верный и надежный. Фунготерапия сильнейшая штука. То есть, к медицинскому официальному лечению, которое, естественно, разумно по показаниям, необходимо параллельно применять вот тот комплексный подход, о котором я вам рассказал. Очень сильны препараты, ну, как биодобавки, скажем, профессора Исаева. Вот то, что в советское время, еще в позднесоветское, смогли пробить и колоссальные средства государственные, потратить на то, чтобы разработать эти биодобавки. И сейчас это производство сохранено. Ну, благодаря человеку, моему гостю, который как раз в видео о препаратах Исаева в Абадах СССР, вот вы могли видеть, наблюдать. Кто не смотрел это видео, непременно посмотрите. Ссылки там под видео, ну, и под этим тоже оставлю на эти препараты, там в описании почитаете. Вот их добавлять в лечение, в укреплении иммунитета, просто необходимо. Ведь сейчас такая беда, это дефицит важных питательных веществ в продуктах питания. Колоссальный дефицит. Это одна из главных причин иммунодефицита. Ну, а если защитные силы организма ослабевают, болезни берут вверх. И победить болезнь при дефицитных состояниях вообще практически невозможно. И это имейте в виду. Пересмотрите мое видео, выпишите, законспектируйте. Конспект позволит вам, ну что ли, собраться, осмыслить, проанализировать. И потом не забыть. Это мой вам в завершении видео такой совет. Ну, а теперь вот эти две минуты рекламы моей посмотрите обязательно. Там и о том, как заказать даже в другие страны наши любые продукты. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgar.ru. Посмотрите хотя бы два раздела. Отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания. Ну где вы живете и работаете? На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего, до свидания.